Грация, ловкость и красота. Во дворце спорта «Триумф» состоялся чемпионат и кубок Московской области по художественной гимнастике. Затем, как юные спортсменки состязались в изящном бросании и ловле мячей, булав, лент и обручей, наблюдал Александр Колганов. Ярослава Крылова занимается художественной гимнастикой с четырех лет. Из всех снарядов одного из самых зрелищных видов спорта больше всего ей нравится лента. Ярослава говорит, что номера с этим предметом самые красивые и одновременно самые сложные в исполнении. Во-первых, она длинная, там 5-6 метров, она может завязываться, у нее может сама ленточка от палочки отстегнуться. И на самом деле очень тяжело работать, и там будут за каждый неровный рисунок, за каждое касание, даются сбавки, и это очень тяжело ей работать. В свои 14 Ярослава участница многих всероссийских соревнований. Недавно она выполнила норматив на КМС. В планах стать мастером спорта. Юная спортсменка уверена, художественная гимнастика развивает много полезных качеств. Все гимнасты неответственные, они помогают друг другу, они всегда почти старательные, они преодолевают страх, то есть волнуются на каждом соревнованиях, выступают хорошо. Они могут радоваться друг за друга, и в принципе они рады, если их соперница даже не будет. В течение трех дней в Люберецком триумфе выступили более 400 юных гимнасток. Спортсменки состязались в групповых упражнениях и представляли индивидуальные программы. Правила такие, что чем больше ты набросаешь, чем ты правильнее наловишь, тем ты больше получишь оценку. Дети очень стараются, но в связи с тем, что некоторые и до сих пор, ведь не вышли еще из пандемии, некоторые школы закрыты. И дети, тренеры находятся в спортивной школе, едут друг к другу в гости для того, чтобы тренировать детей. Эти соревнования – отборочный этап на чемпионат Центрального федерального округа. Он пройдет с 6 по 8 февраля в Рязани. Люберецкий округ поедут представлять Дарья Мелещенко и Елизавета Шайдурова.